Валерия Полякова 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 Насколько сложно смотреть на это, например, красивый мужик, как бы отрешенным взглядом, не воспринимая его как особь мужского пола, а актера, который должен выполнить свою задачу? Сложно. Потому что если красивый мужик, мы же все тетки, мы же не можем просто так смотреть на красивых мужиков. Это, конечно, сложно абстрагироваться, но профессия, дело такое, приходится. Сложно другое. Сложно, что когда ты с актерами уже вроде как вошел в такой контакт, что они готовы, они тебе доверяют, они понимают, что ты ничего лишнего, ничего плохого, ничего некрасивого не выпустишь и не смонтируешь, вокруг еще огромное количество людей. Ну да, операторы, звукорежиссеры. То есть это то, что зрители никогда не понимают, что вот когда они видят интимную сцену какую-то такую в полумраке, что на самом деле там вокруг стоит куча народу. Причем особенно, когда снимается такая сцена, это куча... Все приходят, да. Увеличивается в геометрической прогрессии. Повару больше. Конечно, но всем же нужно как бы... Еще и советы дают. Да. Это было самое смешное, когда, значит, актрисе, наша Даня Кучаровская, ей еще как бы давали советы. Там помощники, помощников, помощников, там... Все все равно говорят, Данночка, ты вот с этого боку, вот с этой... И она, конечно, очень напряглась. Вот, тогда я всех лишних убрала. И главное доверие, конечно, это самое главное. Ну, а про мальчика про твоего, если к нему вернуться, который хочет снять со своей девушкой? Да, у него не будет такой группы, как у тебя, звукорежиссер, звукоператор, скорее всего не обойдутся собственными силами. Ну, я думаю, что собственными силами ему все равно не обойтись. Кого-то позвать? Ему придется кого-то еще позвать. Маму? Ну, вот, не знаю, маму, подружку, друга, ну, кому-то, кому они доверяют, я думаю, придется. Потому что можно, конечно, какие-то поставить такие эстетичные камеры, там, какой-то на общий план такой красивенький какой-нибудь. Что такое общий план для зрителей? Общий план – это для того, чтобы видеть всю эту постель, и желательно, чтобы точка съемки была немножечко сверху. Вот. Второй план, естественно, нужно два крупных плана, с двух сторон две камеры. Крупный план – это когда видно лицо. Это когда видно только лицо, видны эмоции, это два крупных плана с двух сторон. Это, конечно, тоже, ну, можно постараться их поставить статичными камерами, но вот мы сейчас с тобой сидим, мы сидим статично, тут, может быть, и не нужны были бы операторы, да? А вот в случае, когда люди шевелятся и двигаются, там как бы… То есть голова выходит из кадра, наверное, или… Голова выходит из кадра. Это, конечно, хом-видео, я понимаю. Но при этом, с одной стороны, если открыть кадр, сделать его не таким крупным, да, немножечко общее, тогда невидан детали и жалко, они как бы, да, тут же важно видеть эту капельку слезау или пота, которая стекает, вот ее же надо видеть. И так до самого. Да, да, да. И дальше сделать какую-то панорамочку, потому как она вот-вот… Или там, когда молодой человек там целует девушку, он же ее целует не в одном месте, он же… Вот за ним бы хотелось бы вот крупно… То есть кто-то должен это снимать? Обязательно, я думаю, что да. И лучше два человека. Даже если они будут снимать на айфоне свои. Я думаю, что все равно нужно, вот кроме общего плана, еще парочку людей. Вот, еще парочку айфонов будет тогда замечательно. Скажи, скажи, да. И распределить это надо так. Один оператор будет все время следить за движением девушки, а второй, естественно, партнерша, скажем так, и партнера, да. А второй за движением, вот надо им дать такие задания, и тогда вот в конце концов из этого можно смонтировать очень классные вещи. Скажи, а что одеть как бы актерам, да, нашим, которые собираются себя снимать? Какого цвета должно быть белье, чтобы оно хорошо смотрелось на камеру? Как бы есть законы, да, телевидение? Белое, черное, там, клеточку, полосочку. Ну, это целое, целое вообще такая… Ну, только оптимальный универсальный вариант. Целое учение про визуальный язык, да. Мы же понимаем, что там синее – это холодное, черное – это там такое, красное – это возбуждающее. Вот мы должны сами для себя понять, какие цвета. Но лучше что-то однотонное, чтобы ничего не рябило, чтобы там не было каких-то мелких полосочек, которые вдруг там трусики на партнере будут в полосочку мелкую. Они будут рябить. Да, это будет рябить, это будет, конечно, вряд ли будет сексуально, просто будет неприятно на это смотреть. Ну, точно так же идет. Лучше, чтобы все было однотонное. Насчет прозрачного не знаю. Понимаешь, я вот последнее время слежу за тем, что вот период прозрачности, он как-то уходит. Это вот конец… Что значит, если следишь за темой этой фильмы, смотрим соответствующую? Ну, естественно. Ну, все мы как бы смотрим, а что я такая уж, как все. Нет, в принципе, и не только фильмы, но и по жизни. Посмотри, там, голливудские фильмы сейчас. Раньше было… Я считала, что если надевают на себя прозрачное белье, то это очень… То будет секс. Да, это сексуально. Сейчас нет. Сейчас как будто возвращается вот к тем временам, там, не знаю, 17… Я скину тебе парочку ссылок. Давай. Да. Давай. То есть прозрачность уходит сейчас. Да, да, потому что, наоборот, интересно открыть, чем видеть насквозь. Интереснее открыть вот что-то такое вот закрытое, да, и тогда в этом больше интереса, больше перетягивает, больше манит, больше хочется это открыть. Когда-то, да, там, девушке вообще там щеколотку показала, это уже было ужасно. И все уже, возвращенка. Да, да, или там плечико открыла. Скажи, а насчет макияжа, да, вот грима девушки, не стоит перебарщивать с ним, или все равно на камере хочется быть красивой, поэтому стоит какой-то максимум боевой раскраски нанести, какой-то, кстати, баланс. Я думаю, что не нужно, там, помада должна быть естественная, потому что иначе все это выглядит… Девушка специально накрасилась, потому что она же понимала, что я снимаю, да, и как бы мы тоже… Четыре айфона вокруг. Да, да, и мы как зрители тоже понимаем. Да, если четвертый будет, еще лучше, конечно. Да, 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 или там ус приклеился. Волосы убирать с тела, как это смотрится на камере человек, который с естественной растительностью на теле, скажем? У вас же мужики волосатые очень. Да, ну смотри, опять-таки была эта мода вообще, когда мужики все делали себе эпиляцию. И я думаю, что она осталась, но это все зависит. Я думаю, что зависит, если молодой человек хочет делать хом-видео, то да. А в принципе, для художественного фильма, вот у меня в фильме человек был в возрасте и с растительностью на груди, ну, как бы, ну, понятно. С пузом? Ну, естественно, вот. Не, ну мы сняли очень элегантно, все очень там было симпатично. Кстати, по поводу пуза, мне всегда вот интересно, как найти, каким образом, да, мы же не видим себя со стороны, когда мы себя снимаем. Как вот лечь, чтобы ничего лишнего не выпирало, или просто надеть что-нибудь сверху? Лечь невозможно. Если ты будешь об этом задумываться во время съемок, у тебя получится или думать, как лежать, или думать, как играть. Поэтому лучше играть, а это уже дело режиссеров и операторов, сделать так, чтобы снять это так, чтобы было все очень красиво, и чтобы не было никуда. А нельзя вот светом каким-то там, определенным свещением исправить, например, картинку? Ну, причем в таких сексуальных сценах это сложно, потому что пересвет, когда света слишком много, всегда убирает морщины. Так, я запишу себе, пересвет убирает морщины, еще, еще что? Да, поэтому если ты хочешь, чтобы вообще не было морщин на лице, чтобы как можно больше света на лице было. А живота, чтобы не было? Что надо светить? Живота, чтобы не было, там надо правильно поставить свет, чтобы тенью закрыть. Вот даже когда мы здесь с тобой сидим, правильный свет, это когда видно лицо, а вот здесь вот немножечко тень, и тогда нет. А второго подбородка не видно. Да, второго подбородка. Это знают профессиональные люди, и все это понимают. То же самое там, это игра тени, и свет, это правильный свет. Но у мальчика этого твоего вряд ли такое будет. Но все равно совет тем, кто хочет немножечко вложиться в такую штуку, им интересно этим заниматься, то, конечно, про свет надо подумать. То, что все сразу там делают полумрак, какой-то точечный свет, тут фонарик, тут фонарик, и тут вылезают вообще все. И пузо, и живот, и какие-то там неровности на теле, на лице. Поэтому там, где надо, лучше пересветить светом. Света побольше? Ну, насколько это возможно. Скажи, сюжет какой-то стоит приготовить к съемкам фильма или экспромт действовать? Ну, лучше всего с ними договориться, с ребятами, в чем им комфортно, ну, чтобы им было хорошо собой, друг с другом, и для того, чтобы никого ничем не насиловать. А вот, а сюжеты, их как бы подсказывает уже, я думаю, что люди, если это актеры, а если это любящие партнеры, то это будет. Скажи мне, насколько крупным планом стоит снимать половые органы? Мы говорим как бы про домашнее видео, где все довольно открыто, но потом же, это же хочется посмотреть, а вдруг оно будет некрасиво все. Насколько крупно, открыто стоит? Ну, это человек должен быть очень уверен в себе, совершенно без комплекса, если он сам для себя это все снимает, вот, если это не экс-специалист какой-нибудь, вот, я думаю, что он тоже для себя все это понимает. И опять-таки, чем больше мы прикрываем и намекаем, тем всегда это... Сексуальнее, да? Конечно. То есть, если мы хотим все увернуть наизнанку, ну, оно как бы, ну, посмотрит один раз и все. А если все-таки хотят проследить за сюжетом, за процессом, лучше вот не дотянуть до этого самого вот всего наружу, и тогда это будет смотреться дорого. Про музыку надо подумать. Я снимаюсь, потому что я хотела сказать, что в свое время, много лет назад, когда ты был моим первым преподавателем по монтажу, по видео, потом я работала с Сашей Кляйным, что-то мы монтировали, полная фигня, ну, не клеится ничего, не хватает кадров. Саша говорит, музыку подложишь, и все станет хорошо. Да, да, да. Вот, что делать со звуком? Ну, опять-таки, в принципе, там, у меня вообще есть целый мастер-класс про визуальный язык и про эмоцию. Вот, картинка вместе с музыкой, она дает эмоцию. На самом деле, все остальное не важно. Ты советуешь музыку включить во время съемок? Нет, конечно, нет. Наложить ее позже. Если мы будем монтировать, это будет потом сложно монтировать. То есть, можно, если мы собираемся монтировать их потом, чтобы не слышать их с тонов и вздохов, что как бы жалко. Ну, да. А вот лучше, конечно, нет. Это сложно. Для некоторых людей это сложно, но надо им посоветовать напевать какую-то мелодию. А вот, Агила, скажи, по поводу с тонов и вздохов. Вот если мы снимаем на айфон, да, вот ребята собрались, там четверо человек, сидит режиссер. Звук, наверное, если снимать издалека, айфон ведь не берет звук, да, это будет плохо слышно. Им что, микрофоны какие-то нужны, там, петлички, не знаю. Лучше какой-то один микрофончик где-нибудь подвесить поближе к лицам. А, с люстры, например. Да, и к одному из айфонов его подключить, и все, и достаточно. Потом этот звук можно будет взять на всю длину всего ролика. Потом субтитры. Ну, да, 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 роли исполняли. Да, а музыка, вот еще что по поводу музыки, не всегда какая-нибудь такая тихая, плавная музыка помогает эмоционально воспринять то, что происходит. Иногда это может быть совершенно другая музыка, и тут все зависит. Ну, например, там, какой-нибудь, какая-нибудь басанова может вызвать больше эмоций, чем какая-нибудь там... Классическая такая, эротическая. Лирическая, эротическая, да. Да, иногда какой-нибудь там танго, которая само по себе внутреннюю такую энергию сексуальную несет, иногда даст больше эффекта музыкального, эмоционального общего, чем какая-то такая вот другая музыка. Так что про это надо думать, это не просто так. Скажи мне, какой самый лучший эротический порнографический фильм ты видела в своей жизни, который ты можешь посоветовать как пример для хорошего? Ну, это мне сейчас так вот сразу как бы... Да, я тоже подумала, что это самое, это вспоминать. Нет, это длинно вспоминать. Долгое? Да, да. Ну, что-нибудь из классики такое? Ну, из классики это 8 с половиной недель. Конечно. Потому что там это все очень... Но это совсем... У меня герой такой старый стал, ты видела его в последнее время? Да ужас, слушай, он вообще на себя не похож. Кошмар, рожа вот такая, все перекошенные, это классические операции. Да, там он такой хороший. Да, да. И там совершенно шикарно. Некоторым актерам надо умирать пораньше. Да, и так... Или просто, да, просто уходить. Ну, как я, конечно, в кавычках. Умирать в актерской жизни. Ну, смотри, там шикарный еще вот режиссерский этот ход с этой рыбой. Просто потрясающе. Сначала это живая рыба, потом ее чистят, потом ее жарят и обжарят. Вообще, есть несколько фильмов, как «Настольные книги», так вот этот фильм тоже в свое время много чудов. Можно смотреть и пересматривать. Да, да, да. С любого момента. Еще у меня, знаешь, какой такой фильм? Извини, что я не про эротику, но вот тоже очень... «Однажды в Америке». Вот я могу... Это самый... Вот эта сцена в машине, я противник насилия, но иногда это бывает настолько... Да, да, да. Да, и нет, и вообще, вот и весь фильм, это вот как «Настольная книга», «Настольный фильм», не знаю, как его назвать, который можно смотреть с любого места и учиться. Совершенно верно. В гостях у нас была Татьяна Киселевская, телевизионный режиссер. Надеюсь, что вы посмотрите нашу программу не один раз, чтобы записать все полезные советы по видеосъемке в вашей личной интимной жизни у вас дома, вы запишите. С вами была программа «Леротика» с Валерией Поляковой на канале и Тон ТВ.